В территориальном центре социального обслуживания населения Московского района прошел конкурс профессионального мастерства среди социальных работников. Всего отбор проходило 50 сотрудников, из них отобрали трех самых лучших. Конкурс включает в себя разнообразные вопросы о профессии от жюри, умении представить себя, а также продемонстрировать свои вокальные данные. Мы выбрали, чтобы в конкурсе участвовали именно те, кто непосредственно работает с подопечными в условиях пандемии. Я имею ввиду обслуживающих на дому. Это социальные работники. Социальные работники это, в общем, так можно выразить показатель нашего учреждения, потому что они каждый день находятся в городе, каждый день общаются с населением. И от их работы зависит, в общем-то, в целом частичное, скажем, мнение учреждения, его имидж. Елена Кузенко и Галина Темкина – опытные социальные работники, которые помогли не одному десятку нуждающихся. И сейчас под их опекой находятся порядка 20 мужчин и женщин, проживающих на территории Московского района. На конкурсе от волнения они с трудом находят слова, чтобы рассказать о себе, но их деятельность не нуждается в представлении. То, что они делают для людей – это уже подвиг. А соревновательный момент – лишь повод отметить, что здесь действительно главное не победа, а участие. Каждый со своим характером и со своей судьбой. Они ждут меня, я помогаю им по хозяйству, я оплачиваю им коммунальные платежи. Соцработник – это добрый, порядочный, честный человек в первую очередь. Наша работа сопряжена с духовными затратами, с физическими затратами. Нужно всегда уметь прийти на помощь престарелым людям, нашим подопечным. Откликнуться на все их чаяния. Очень радует тот факт, что когда приходишь после отпуска, либо после больничного, всегда очень рады мои подопечные видеть меня и говорят, ну, наконец-то вы пришли. Почти 92 тысячи пожилых белорусов пользуются услугами социальных работников на дому. Эта цифра с каждым годом растет на полтора процента. Прогнозы экспертов об увеличении пожилого населения пессимистичны. Людей нетрудоспособного возраста становится все больше, а значит специальность социального работника будет востребована и нужна как никогда. Потому таким людям впору говорить спасибо и уметь подчеркивать важность их профессии.